Всем привет, друзья! Меня зовут Илья, я вам рассказываю про мобильные технологии и гаджеты. Так получилось, что я техноблогер, и это первый выпуск техники блогера. Сегодня мы говорим о камере. Давайте начнем. Вообще, я планирую сделать три выпуска техники блогера. Первый будет про камеру, второй будет про свет, и третий про звук. Ну и посмотрим, в зависимости от того количества ваших вопросов и комментариев, возможно, мы сделаем еще и четвертый, и пятый, и шестой. Все зависит в действительности только от вас. Оставляйте свои комментарии, я все обязательно читаю. И сейчас я в привычном для нас формате плюсов и минусов расскажу вам о достоинствах и, соответственно, недостатках Lumix G7. Начнем с плюсов. Ну, это же классно. Ну, во-первых, он компактный и легкий, весит всего лишь 400 с лишним граммов, что в любом случае меньше любой зеркальной камеры, и по своему физическому объему он тоже гораздо меньше, поэтому его с легкостью можно положить в любую, практически в любую сумку и таскать всегда с собой там, где это необходимо. С зеркалкой же получается так, что сначала ты покупаешь тушку, потом ты покупаешь объектив, потом батарейную ручку, потом носишь с собой еще пару запасных батарей и кучу других аксессуаров для камеры, и вот оно получается, что сумка-то весит уже 7,5 килограммов, и это только камера. Следующий плюс, без которого я вообще не рассматриваю камеру для блогера, это поворотный дисплей. Не такой, знаете, как на Sony, который поворачивается по одной оси и на самом деле абсолютно бестолковый, а именно такой, который отворачивается, крутится по-всякому, именно как на Lumix G7. Поясню, почему это так важно. Дело в том, что когда вы снимаете, например, себя с селфи-палки или там с какого-то штатива, ну, то есть занимаетесь, грубо говоря, самосъемом. Именно этот поворотный дисплей поможет вам отслеживать то, что находится в кадре. Неважно, находитесь ли вы дома, как я сейчас, или идете, где-то держа фотоаппарат на селфи-палке и снимая какой-то, может быть, влог на манер Кейси Найст, это о котором я уже упоминал, поворотный дисплей вырулит просто на 100%. Действительно, фича очень необходима любой камере-блогера, таким образом вы сможете отслеживать то, что находится в кадре, не выпалили вы случайно из фокуса, а с зеркалками такое часто бывает, поэтому на этот момент обязательно нужно обращать внимание. Третье. Wi-Fi. Это приложение для удаленного управления камерой Lumix G7 с вашего Android или iOS смартфона. Нереально удобно. Здесь вы можете регулировать фокус, скорость затвора, апертуру, все, что угодно, ISO. То есть практически 100% настройки камеры доступны вам прямо смартфона. Например, сейчас от меня камера стоит примерно, ну, метрах, наверное, в трех. И для того, чтобы все настроить, мне приходилось бы туда-сюда бегать, отслеживать, не выпал ли я из зоны фокусировки, но благодаря тому, что в камере есть Wi-Fi и это приложение, я отслеживаю все прямо вот тут вот, сидя перед вами. Ну, по-моему, нереально удобно. Четвертое. Непосредственно качество видео. Эта крохотная камера снимает в честном 4К в битрейте 100 мегабит. Если прямо вот сейчас, в середине 2016 года, 4К это не прямо вот 100% необходимая вещь, то через пару лет 4К дисплеев станет значительно больше, чем сейчас. И вот тогда-то 4К вам пригодится абсолютно целиком и полностью. Почему бы не взять камеру, которая умеет сделать 4К за вменяемые деньги уже сейчас? Ну, я не вижу никаких причин против. Ну и помимо того, что она небольшая, в ней есть Wi-Fi, 4К, прочие классные штуки, она реально удобная. На корпусе есть аж 5 функциональных клавиш, которые вы можете настроить так, как вам удобно. Настроить те функции, которым вам чаще всего нужен доступ. И, соответственно, управление камерой непосредственно тогда, когда она у вас находится в руках, становится нереально удобным и быстрым. А уж за подсветку на дисплее областей, которые находятся в фокусе, я вообще готов расцеловать в обе щеки весь отдел Lumix в компании Panasonic. Несмотря на то, что эти ребята меня стойко игнорируют, когда я им пишу письма. Серьезно. Ну и седьмая причина в пользу Lumix G7 это наличие 3,5-мм входа под микрофон на корпусе камеры. Соответственно, вы можете повесить на горячий башмак камеры, например, приемник беспроводной петлички, на себя повесить передатчик беспроводной петлички, и у вас все будет классно. Но об этом мы поговорим в третьей серии. Но в любом случае, знайте, что эта камера поддерживает внешние микрофоны. Это очень полезно. Это были семь плюсов камеры Lumix G7, которые, на мой взгляд, являются действительно важными именно для блогера, а не для профессионального видеографа. На самом же деле, плюсов у камеры гораздо больше, чем я назвал. Это действительно видеокамера в корпусе фотоаппарата, причем в очень компактном в корпусе. Однако же без минусов тоже не обошлось. Давайте попробую вам быстренько о них тоже рассказать. Ну, во-первых, самое подлое это ограничение на длину видео. 29 минут 59 секунд в формате MP4. И не больше, ну никак вообще. Это связано с определенными торговыми пошлинами, никак не с железом аппарата, поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно мы сможем увидеть хакнутую прошивку, в которой это ограничение будет снято. Но сейчас оно есть, но справедливости ради скажу, что в формате AVCHD камера пишет на весь объем флешки. Это может быть 2 или 3 часа. Второй минус. Если 4К камера пишет в 100 мегабитах, что вполне себе неплохо для консюмерской камеры, уж подавно за глаза хватит для YouTube, то 1080p пишется в 20-28 мегабитах в зависимости от частоты кадров. С одной стороны, YouTube все равно это пожмет так, что получится полная лажа, с другой, ну как-то, ну, хотелось бы что-ли битрейтик повыше, но мне кажется, это все-таки минус. Третье. Само собой важен физический размер матрицы. В Lumix G7 матрица формата, сейчас скажу, Micro Four Thirds, то есть Micro 4 к 3, это ровно в два раза меньше, чем в Full Frame. Отсюда, соответственно, и проблемы с не самым широким динамическим диапазоном цветов. Возможно, не такой классной съемкой в условиях не самого хорошего освещения, но, опять же, отмечу, что для MFT есть большое количество вполне себе неплохих объективов. Ну и четвертое, это, конечно же, всегда хочется батарею побольше. С одной стороны, мне, конечно, батареи хватает на запись двух-трех эпизодов, но в любом случае всегда, всегда хочется больше. И сейчас я задумываюсь о приобретении дополнительной батареи, ну, на всякий случай. Вот так вот оно получается. Смотрите, 7 плюсов, причем далеко не обо всех я упомянул. Например, я забыл, что у камеры оба дисплея вполне себе хорошего качества, с отличным разрешением. И всего лишь 4 минуса, но один из них весьма весомый. Это ограничение на время записи, которое может лихо подпортить вам кровушку, когда вы будете снимать, например, выступление какого-то человека, которое будет длиться дольше 30 минут, вам придется подбегать к камере, переначинать запись. Это неудобно. Но можно использовать формат AVCHD, там ограничения такого нет. На мой взгляд, G7 это реально идеальная камера для блогера. Конечно, стоит она, прямо скажем, ну, не так уж и дешево, порядка 50 с лишним тысяч рублей, но зато за эти 50 с лишним тысяч рублей она дает вам Wi-Fi, дает реально удобный поворотный дисплей, отличное качество видео, причем в 4К. И в целом это очень сбалансированная и, на мой взгляд, очень качественная камера, которая гораздо удобнее любой зеркал. Тут же нужно учитывать, что для YouTube далеко не всегда требуется вот такое вот прям сверх качество, сотни мегабит битрейта. Нет, YouTube это все-таки не про качество и, в общем-то, практика это доказывает. Люди снимают видео с веб-камеры своего какого-нибудь древнего ноутбука в 720p и ничего, народ смотрит. Но в любом случае, если вы хотите получить качественную картинку за вменяемые деньги, на мой взгляд, Lumix G7 это наилучший вариант. Если у вас есть какие-то идеи или вы хотите в чем-то меня поправить, обязательно напишите свое мнение в комментариях. И, кстати, посмотрите предыдущее видео, оно что-то собрало как-то не так много просмотров, а там реально классные игрушки для ваших мобильников я подсобрал. Подпишитесь на канал, поставьте большой палец вверх. Когда наберется 600 пальцев вверх, я прямо вот сходу начну подготовку второй серии техники блогера про свет. Тоже есть чем поделиться. До скорой встречи, друзья, на YouTube. Меня зовут Илья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok